Гурудеф, основываясь на том, что ты сказал вчера, есть два связанных вопроса. Ты сказал, что нужно отделить себя ментально от несчастливого человека. Но если так получилось, что этот несчастливый человек — твой супруг, с которым предполагается физическая и эмоциональная близость, как это возможно? В данном случае не является ли физическое отделение более предпочтительным, чем ментальное? Смотрите, если ребёнок плачет, вы ведь не плачете вместе с ним. Древние риши также говорили, вы знаете, в те дни они благословляли женщин, и вместе с благословлением они говорили, «Пусть у тебя будет десять детей, и твой муж одиннадцатый». Относись к своему мужу так, как будто он один из твоих детей. Это означает, что ты будь больше. И когда твои дети совершают ошибки, вы знаете, можете принять. «Пусть у тебя будет десять детей, и сделай своего мужа одиннадцатым». Так что относитесь к этому таким образом. Относитесь к этому так. О, он проходит через какие-то неприятности. Это нормально. Он справится с этим. У него сейчас сложные времена, неприятности. Он справится. И если вы относитесь к этому таким образом, то эта ситуация вас не затягивает. Я видел множество женщин, которые поддерживали своих мужей в то время, когда у мужей бывали сложные времена. Много-много женщин. Они были очень сильными. Если в то время, когда положение одного из супругов шатко и ненадёжно, другой устойчив в знании, то у него есть возможность вытянуть их обратно из сложной ситуации, вернуть обратно на путь. Вместо того, чтобы соглашаться и говорить, «О, да, какая беда, я согласен с тобой, ты прав». И тогда вы оба тонете. Вы знаете, это нехорошо. Так что если один тонет, хорошо. Он справится с этими сложностями, он выберется. А я здесь, чтобы поддержать. Вы знаете, вы видите это. Это такая большая разница в отношении. Держаться в стороне, но в то же время продолжать заботиться. Когда я говорю «отделите себя», это не означает не заботиться. Вы понимаете? Заботиться — это одно. А быть вовлечённым и поглощённым их настроением — это совсем другое. Да, мамы будут лучшим примером. Понимаете? Мать не начинает плакать вместе с ребёнком. Только представьте, ребёнок плачет, а мать тоже начинает «А-а-а-а-а». Просто представьте это. Вы знаете, это будет так странно и неловко. Ведь так? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»